Общественники готовы выйти с инициативой и внести правки в антиалкогольный закон и запретить реализацию этого вредного для здоровья напитка. В ответ на санкции продукцию стран эмбарго будут уничтожать на месте. Какие еще поправки в законы вступят в Россию в ближайшее время, расскажем в обзорном материале. Уничтожать попавшие под эмбарго продукты соответствующий закон подписал президент России. Согласно новому постановлению, в стране определен ряд мер по ликвидации сельхозтоваров, запрещенных к ВОЗу в Россию. В их число войдет вся продукция стран, поддержавших американские санкции. Выявленные на прилавках или на таможенном досмотре товары будут уничтожаться начиная с 6 августа этого года. Стоит отметить, что под действием этого закона не попадет продукция, провозимая транзитом через нашу страну, при наличии подлинности ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов. Медсправка не понадобится. Генеральная прокуратура России внесла постановление в адрес ГИБДД. Согласно новшеству, теперь при замене водительского удостоверения в связи с утерей или изменением личных данных, автолюбителю не понадобится предъявлять медицинскую справку. В ведомстве подчеркнули, что согласно закону о безопасности дорожного движения, требования к предъявлению результатов медкомиссии распространяются только на водителей, лишенных права садиться за руль. Поддержка малого бизнеса. Правительство страны в очередной раз направит денежные средства на развитие предпринимательства в России. Соответствующее постановление уже подписано. Согласно ему, в этот раз между 18 регионами будут распределены более полутора миллиардов рублей. Средства пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса. Стоит отметить, что ранее Совет по кодификации гражданского законодательства рассмотрел законопроект Минфина об увеличении кредитов для микрофинансовых компаний. Эти поправки могут быть приняты депутатами Госдумы уже в осеннюю сессию.